Здравствуйте! На канале БукТВ большие вечерние новости в студии Виктория Нечаева. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти семь дней. Какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Коротко о главном. Когда интересы и планы совпадают, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис обсудил вопросы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Беларуси Михаилом Бабичем. Также дипломат посетил предприятие «Гефест техника» и встретился в Свято-Симеоновском соборе с Владыкой Иоанном. Главная задача – сохранить жизнь и здоровье людей. Мобильная группа специалистов во главе с первым заместителем председателя Брестского горосполкома Вадимом Кравчуком провела мониторинг объектов строительной отрасли. Качество оказания услуг и материально-техническая база – два неразделимых фактора жизнедеятельности учреждений здравоохранения. В Бресте прошла итоговая коллегия Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома. Если вам не хватает праздников или вы ищете повод собраться всем вместе с семьей или с друзьями, кафе «Амстердам» в торговом центре «Корона» ждет вас 9 февраля – Международный день пиццы. О спектре интересов Беларуси и России на этой неделе говорили в областном центре Брещины. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Михаил Бабич посетил с рабочим визитом Брест уже во второй раз, познакомившись с ведущими городскими предприятиями, а также проведя несколько официальных встреч. Традиционная цель пребывания российского политика высшего ранга в нашем городе – это знакомство с промышленным потенциалом и инновационной активностью предприятий, которые имеют российский капитал. Визит в город Нанбугом Михаила Бабича однодневный, но, как всегда, весьма насыщенный. Отправная точка – Брестский областной исполнительный комитет. Здесь губернатор региона Анатолий Лис познакомил гостя с тенденциями развития торгово-экономических отношений Брестской области с регионами страны-соседки, а также перспективой двустороннего сотрудничества. Российский рынок для нас является основным рынком по всем видам реализации нашей продукции, поэтому мы заинтересованы тем, чтобы наши связи и в дальнейшем были такие же надежные. По итогам прошлого года инвестиции России в Брестскую область составили порядка 48 миллионов долларов. Более того, на территории Брещена работают 365 предприятий с участием российского капитала. Если давать оценку, показатели отличные. Торговый оборот между странами за последний год увеличился. По большому счету экономические результаты работы, они об этом говорят. И товарооборот, и валовые продукты, и, соответственно, рост экономики, и рост зарплаты, и так далее. Все экономические параметры, они сегодня в плюсе у нашей совместной экономики. В кооперации, в доступности рынков, в количестве создаваемых совместных предприятий. То есть это не только отмирается газом и нефтью, но есть огромное количество других экономических индикаторов, которые показывают о том, что, еще раз повторюсь, задачи, которые стояли в 2018 году, достаточно успешно решены. Однако партнерство измеряется не только экономическими отношениями. В этом году Брест встречает тысячелетия. Событие, безусловно, знаковое. И не только для белорусов. На встрече представители деловых кругов обсудили участие российской стороны в юбилейных мероприятиях, которые будут проходить в Бресте в течение этого года. Это по-настоящему знаковое мероприятие. Брест номинирован как культурная столица СНГ на 2019 год. И, конечно, мы сделаем все для того, чтобы провести серию мероприятий. Она практически будет длиться весь год на самом высоком уровне. И с точки зрения делегационного обмена, и с точки зрения представленности наших коллективов творческих, ну и с точки зрения масштаба самих мероприятий, в том числе в сфере культурного, образовательного, патриотического воспитания. Весь этот план мероприятий мы сегодня обсудили. Главным пунктом посещения российского политика стала одно из ведущих брестских предприятий, которое занимается производством газовых, газоэлектрических, электрических кухонных плит и встраиваемой техники. Экскурсию по трем производственным цехам провел генеральный директор Виктор Кузьминчук. К слову, визит на Гефест не случайен. Эта торговая марка известна во многих уголках мира. Предприятие поставляет продукцию в бывшие страны Советского Союза, частично в Прибалтику и Европу. Но главным экспортным рынком сбыта был и остается рынок России. К примеру, при выпускаемых в год 800 тысячах плит 600 тысяч уходит на рынок России. Единственным вопросом является то, что комплектация на варочные поверхности электрические нам приходится закупать в Европе. Отечественных производителей ни на территории Сен-Гене, ни на территории Белоруссии нет. Поэтому это и ограничивает наши возможности в том, что мы не можем свободно конкурировать в ценовом сегменте с иностранными производителями, которые сегодня являются основными поставщиками встраиваемой техники на рынок Российской Федерации. В рамках своеобразной пресс-конференции дипломату был задан ряд вопросов. О встрече президента Белоруссии и России в Сочи 13 февраля, безопасности союзного государства, ключевых в вопросах белорусско-российских отношений и даже о секретах дипломатической службы. Секрет на самом деле он один. То есть надо стараться работать на созидание, на развитие, надо искать пути решения самых сложных вопросов, находить компромиссы, снимать противоречия. И надеюсь, что в 2019 году мы найдем те решения, которые позволят сделать качественный новый рывок в наших отношениях, в нашем развитии. Почему? Потому что мы должны понимать, что мы конкурируем на рынке глобальной экономики. И нам нужно учиться конкурировать не между собой, а нужно находить синергию в наших экономических возможностях и использовать это для того, чтобы продвигаться на рынке третьих стран. И вот там конкурирует уже в полном объекте. В рамках встречи Михаил Бабич посетил Свято-Семеновский собор. Глава дипломатической миссии встретился с архиепископом Бресским и Кобринским Иоанном. Почетному гостю была подарена икона Ангела-Хранителя и книга о соборе. Виктория Нечаева, Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Итоги недели. Вопросы охраны труда были и остаются приоритетными и, к сожалению, проблемными. По-прежнему в городе фиксируются случаи несоблюдения работниками техники безопасности на производстве. Проведя срез, специалисты городской комиссии по охране труда пришли к выводу. Человеческая самоуверенность в большинстве ситуаций стала причиной трагедии. А потому работа мобильной группы, возглавляет которую первый заместитель председателя Бресского горосполкома Вадим Кравчук, в 2019-м стала более точечной. В рамках очередного выездного мониторинга специалисты посетили крупные стройки города. Как правило, именно в этой отрасли фиксируется большинство нарушений. Вместе с ними на объекты отправилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Объекты предприятия «Полесье Жилстрой» вошли в программу очередной поездки мобильной группы. Сегодня деятельность организации развернута в нескольких направлениях. Во-первых, возведение жилья. Дома на пересечении улиц Гоголя по Панино будут сданы в 2019-м. Сегодня здесь активно идет внутренняя отделка. На объекте мобильная группа разделилась на несколько подгрупп, каждая из которых проверяла соблюдение своего блока вопросов. Безопасность работы на высоте, соблюдение санитарных норм при обустройстве бутовок и строительных городков, ведение журналов по проведению инструктажей с сотрудниками. Почему выбрана именно строительная отрасль? Это связано прежде всего с тем, что в прошлом году основные, к сожалению, нарушения были выявлены именно на строительных площадках нашего города Бреста и произошли несчастные случаи именно в строительной отрасли. Их из 26 случаев было 17 именно в строительной отрасли. Поэтому наша основная задача всеми службами профилактики посмотреть, чтобы все соблюдались условия по охране труда, были именно реализованы те мероприятия, которые были запланированы в 2018 году, те, что мы наметили на 2019 год. И самое главное, сохранить жизнь и здоровье наших работников города Бреста. Работа, которая проводится мобильной группой в 2019 году, продолжает большой блок деятельности, начатый еще в 2018. В 2018 году было обследовано мобильной группой 142 субъекта хозяйственных, сделано 99 выездов. По результатам данных выездов было обнаружено 3700 нарушений именно охраны труда. Если посмотреть в отраслевом разрезе, то мы проверили в прошлом году 50 субъектов хозяйственных, именно промышленности, 29 организаций строительной отрасли, 28 организаций торговли, 10 коммунальных предприятий и ряд других субъектов хозяйствования. В текущем году мы уже совершили 7 выездов, проверили 11 субъектов хозяйствования. Проводя мониторинг, специалисты мобильной группы обращают внимание на условия, в которых трудятся строители, а также насколько грамотно и ответственно они подходят к соблюдению тех норм и правил, которые определяют их безопасность. На предприятии полиции жилстрой к этому вопросу особое отношение, ведь проигнорированное однажды правило может войти в систему и стать причиной трагедии. При приеме на работу работникам проводится в одной инструктаж, потом при посещении объекта первый раз первичный инструктаж, и все потом текущие виды инструктажа через каждые три месяца. При смене работы, еще раз неплановый инструктаж, при каком-нибудь, допустим, несчастном случае, не дай бог, или какой-нибудь инцидент, значит, неплановый инструктаж. Если есть такие случаи по республике или по области, доводится до предприятия, также проводится неплановый инструктаж. В числе знаковых объектов в полиции жилстрой в 2019-м новое здание автовокзала. Эту строительную площадку мобильная группа также посетила в рамках поездки. Сам вокзал сегодня практически готов. Основной блок работ сконцентрирован на прилегающей к нему улице Орженикидзе. Что касается улицы Орженикидзе, она, естественно, от вокзала без нее сдать невозможно. Это целый куст, узел, значит, инфраструктуры, развода и всей транспортной структуры. Поэтому есть график сдачи его, там выполнение уже 86%. В ближайшее время мобильные группы посетят все объекты, возводящиеся под грифом тысячелетия. Но на этом мониторинге не закончится. Деятельность распланирована на целый год, поэтому без внимания предприятия и организации города не останутся. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорбакунович Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Днем и ночью они стоят на страже здоровья населения, медицинские работники. Как правило, с ними сложно договориться об интервью и съемке. Они практически всегда заняты. Принимают пациентов, проводят сложнейшие операции и рядовые, но не менее значимые хирургические вмешательства. Осуществляют диагностические исследования. Но раз в год люди в белых халатах все же встречаются на большом заседании итоговой коллегии, чтобы серьезно поговорить, проанализировать и обсудить то, что сделано на благо здоровья населения в ушедшем году и над чем предстоит работать более эффективнее в году наступившем. Накануне в Бресском обл. полкоме состоялась итоговая коллегия здравоохранения Бресской области. Конечно, самая большая ценность человека – здоровье. Его невозможно измерить никакими цифрами. Но в области здравоохранения есть определенные нормы, показатели и программы, выполняя которые можно судить о качестве оказания медицинской помощи, а вместе с тем – состоянии здоровья большого контингента населения. Именно от такой информации в цифрах и диаграммах сегодня говорили медики, приехавшие в Брест со всей области. Брестская область по итогам года в лидерах. Пока места не буду называть, это огласит министр, но на самом деле очень достойно выглядит область. Показатели выполнены очень неплохо. Снизилась младенческая смертность, хорошие показатели идут по охвату населения, профилактическими осмотрами. Здоровый образ жизни в реальности не на бумажках, которые там где-то писать лозунги, какие-то буклеты выпускать, а это работа практического здравоохранения и центра гигиены, который дает результат. Мы надеемся, что сегодня те акценты, которые мы расставим для регионов и поставим задачи, это поможет нам еще улучшить. Брещина сегодня обладатель самых лучших показателей сразу в нескольких областях. Низкого показателя смертности удалось достичь за счет сокращения случаев смерти от инфекционных заболеваний новообразований по причине старения. Показала свою эффективность предабортное консультирование. Оно позволило сохранить более 600 первоначально нежелательных беременностей. Есть хорошие новости в области онкологии. Процент выявленных пациентов с заболеванием на ранних стадиях увеличился более чем на 80%. Продолжаются скрининги рака молочной железы, рака пристательной железы, колоректального рака. Начался скрининг рака шейки матки. Охват около 50% целевого населения. На страже здоровья жизненно важного органа сердца стоят кардиологи. Они сработали не менее успешно. На словом о делах сердечных можно подытоживать со спокойным сердцем. Развиваются межрайонные центры. Сейчас стоит задача. Эти межрайонные центры показали свою эффективность, но они функционируют, работают на функциональной основе. Наша задача вывести их на штатную основу. Есть пилотные проекты по туберкулезу, которые очень показали эффективность и экономическую, социальную значимость. Снизилась заболеваемость, смертность и достигнут высокий, достаточно большой эффект финансовый. Поэтому это основные направления нашей деятельности. Конечно, преемственность с первичным звеном, конечно, отбор пациентов, качество работы и дальнейшая доступность этих современных методик. Конечно, качество оказания услуг и материально-техническая база – два неразделимых фактора жизнедеятельности учреждения здравоохранения. Поэтому укрепление больницы, поликлиник с современным оборудованием, возведение новых объектов – процесс постоянный. В этом году в Заречном районе Бреста начнется строительство многопрофильного медицинского центра, куда войдут поликлиники для взрослых и педиатрическая, женская консультация, стационарное отделение. Также в 2019-м будет дан старт возведению нового корпуса в детской областной больнице. На первом этаже мы планируем поставить компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф для улучшения диагностики детей. Это будет диагностический этаж. И три этажа – это отделение. Отделение неонатологии, расширится отделение реанимации. И плюс два отделения, которые переведут старого корпуса, который есть. Мы еще определимся, какие там отделения туда по площади войдут, переведем. А на тех базе, где освободятся помещения, мы просто улучшим условия пребывания тех, которые останутся в корпусе. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. В последние несколько лет общественность все больше стала проявлять внимание вопросам собственной безопасности. Мода на здоровый образ жизни, правильное питание, натуральные материалы в составе мебели и одежды сподвигает людей больше изучать все, что окружает их в повседневной жизни. Особенно то, что рядом с детьми. К этой категории товаров сегодня особое внимание, причем не только со стороны контролирующих организаций, но и рядовых покупателей. На что стоит обращать внимание при покупке одежды и товаров для новорожденных? Анастасия Ноздрин-Плотницкая отправилась на мониторинг. За последние десятилетия индустрия детской моды претерпела ряд качественных изменений. И сегодня прилавки брестских магазинов наполнены широким ассортиментом ярких нарядов, обуви, многообразием игрушек, кроваток, колясок. Как правило, ценовая политика довольно разноплановая, а потому каждый приобретает товар, ориентируясь на внешний вид и собственный кошелек. Однако есть в этом процессе, процессе покупки, одна важная составляющая – качество и безопасность изделия, его соответствие ГОСТам и стандартам, которые имеют все товары, начиная с игрушек и заканчивая кроватками и качелями. На что хочется в первую очередь обратить внимание в детских кроватях – это функциональные размеры. То есть это высота, как бы ограждение, оно должно быть 950 миллиметров. И самое главное – это расстояние между вертикальными стойками ограждений. То есть оно должно быть не более 75 миллиметров. Это прямая безопасность функционального размера, которая влияет на то, чтобы ребенок не мог защитить какие-нибудь части тела. То есть прямая безопасность. Также влияет и толщина вот этих вертикальных стойок ограждений. Должна быть диаметр 10 миллиметров и по толщине 10 миллиметров. Специалисты областной инспекции ГОСТандарта регулярно проводят мониторинги объектов, где реализуется детский ассортимент товаров. Особое внимание уделяется одежде первого года жизни. В составе должны быть только натуральные волокна, а вышивки и наклейки аккуратно спрятаны от нежной детской кожи. Что в первую очередь должен посмотреть покупатель – это состав сырья. Они должны быть изготовлены из 100% натуральных материалов. Швы для изделий для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону, вот как в этом изделии. Это вот изделия для новорожденных. Бельевые – они выполнены на лицевую сторону, или как вот эта шапочка. Вот это основное требование безопасности. Дополнительная доля ответственности к своему товару и учредителей. Ведь покупка, сделанная в детском магазине, должна приносить только радость. Все товары у нас идут сертифицированные. Мы берем товары из первых поставщиков нашей Республики Беларусь и уделяем очень особое внимание. Если же возникли вопросы, имеет ли товар сертификат качества и специальное разрешение на реализацию, покупателю дано полное право попросить эти документы у продавца. Кроме того, проконсультироваться всегда можно, обратившись на сайт областной инспекции ГОСТандарта. Должны быть, конечно, на эти все изделия детская мебель, на детские игрушки, соответствующие документы, подтверждающие их безопасность. Это сертификаты соответствия регламентам Таможенного союза. Поэтому покупателям не стоит стесняться требовать у продавцов наличие этих документов. Прежде чем совершать какие-либо покупки, особенно той продукции, которая попадает под регламент Таможенного союза в плане безопасности, стоит обращаться к реестру опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территорию Республики Беларусь. Данный реестр можете увидеть на сайте Брестской областной инспекции в ссылке ГОСТандарт, реестры. И там есть реестры опасной продукции. Уже они сопровождаются и картинками каких-то опасных товаров. Поэтому я думаю, это делать необходимо. Анастасия Настерин, Плотницкая, Павел Малашон и Контон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Наша улыбка – их профессия. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают стоматологи. Стоматология – одна из самых мобильных областей медицины. Здесь постоянно появляются новые методы лечения и профилактики, новые технологии, материалы и оборудование. В отличие от времен, когда одно только упоминание о зубоврачебном кресле пугало пациентов, сегодня визит к стоматологу. Творцам красивой улыбки лучше планировать заранее. О метрах зубного дела, голливудской улыбки, новых тенденциях, успешно применяемых в Бресте, а также о том, зачем ходить к стоматологу, даже если ничего не болит, расскажем прямо сейчас. Каждый с детства знает, посещать стоматолога нужно хотя бы раз в год. А для чего нужны такие частые свидания, если зубная боль не беспокоит? Тема профилактики и постоянного ухода кажется избитая, но по-прежнему актуальная. В погоне за идеальной улыбкой нужно следить за здоровьем зубов ежедневно. Касается это и так называемых капризных восьмерок, то есть зубов мудрости. Если к ним есть доступ, если они имеют правильное положение, если они также участвуют в акте живания, то есть они имеют контакт с противоположным зубом. Если какие-то из этих условий не соблюдены, тогда мы уже будем рассматривать вопрос по поводу, целесообразно ли этот зуб сохранять. Если мы еще словим как раз тот момент, когда корни не сформированы, зуб удаляется достаточно просто. Поэтому необходимо достаточно на раннем этапе следить за этим моментом, следить за его положением. Удаление зубов, кист, имплантация. Только через хирургическое отделение Брестской городской стоматологической поликлиники ежедневно проходит до 60 человек. Всего в бюджетных стоматологических отделениях, а также платном и ортопедическом, трудятся более 150 зубных врачей. Они осваивают новые материалы, обновляют инструментарии, работают с новейшим оборудованием. Расширяется спектр услуг. К примеру, активно в прошлом году начали использовать методику дентальной имплантации, а также появились ортодонтические услуги. В основном, конечно, это взрослых пациентов, подростков и взрослых пациентов с постоянным прикусом. То есть мы используем мультибондинг систему, проще говоря, это брекет-система. То есть лечение брекет-системой. Начали не так давно, уже, наверное, чуть больше года, но, в общем-то, пользуются спросом. Сегодня стоматология – одна из самых мобильных областей медицины. Здесь постоянно появляются новые методы лечения и профилактики. Благодаря современному подходу к зубному делу исключаются болезненные ощущения. Девиз врачей-стоматологов Брестской городской стоматологической поликлиники – не отставать от технологий. Они стремятся быть на передовой и не отставать от новых веяний. Все для того, чтобы наши с вами 32 жемчужины оставались жемчужинами. Всем своим коллегам хочется пожелать профессиональных успехов, держать руку на пульсе, постоянно совершенствоваться, осваивать новые горизонты, приносить пользу нашим пациентам, получать удовлетворение от своей работы, ну и не забывать, конечно же, про свое здоровье, потому что здоровый доктор, наверное, больше пользы все-таки принесет пациенту. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Где тесто, там и нам место, гласит русская пословица. Почтительное отношение к еде является неотъемлемой частью характера нашего народа. Может, именно поэтому мы так открыты к кулинарным изыскам со всего мира. Самые лучшие из них завоевывают место в наших сердцах и на нашем столе. Маргарита, Маринара, Дьявола, Капричоза. Эти слова как музыка для каждого ценителя пиццы. 9 февраля истинные любители этого блюда по всему миру чествуют итальянское чудо. Куда отправиться в Бресте, чтобы провести этот день в приятной атмосфере и насладиться вкусом настоящей итальянской пиццы, расскажет Наталья Луговкина. Кулинарные знатоки утверждают, что пицца, известная миру, более тысячи лет. Как бы то ни было, в том виде, в котором мы узнали и полюбили ее, она появилась в 1830 году в Неаполе. Согласно золотому рецепту, выверенному итальянскими пиццеристами, она должна иметь тончайшую основу и специальную начинку из моцареллы и томатов. Простое в исполнении блюдо так полюбилось во всем мире, что практически каждый пиццмен дополнил эталонный рецепт. Так появились тысячи вариаций. В канун Международного дня пиццы, для того, чтобы приоткрыть завесу тайн приготовления блюда, мы отправились в хорошо известный всем брещанам торговый центр «Корона» в уютное кафе «Амстердам». Здесь более девяти лет работает профессиональный пиццмейкер Александр Гетман, для которого любовь к пицце определила его будущую профессию. Мне было очень интересно, потому что это было что новое, я такого еще не видел. На то время это было, можно сказать, оригинально. Можно сказать, это было оригинально. И это было интересно, в принципе, делать, потому что это как-то необычно было. Это не борщ какой-то варить и не котлеты жарить в то время, когда мы в колледже этим занимались. А пицца это было, ну, да и современно, наверное, в то время было. Поделился Александр и своим личным рекордом – 300 пицц за смену. Это и неудивительно, ведь кафе «Амстердам» известно своим разнообразием блюд. Внимательное и доброжелательное обслуживание посетителей в уютном европейском интерьере располагает к душевному общению, деловым встречам или отдыху в кругу семьи. Приятно порадует гостей и ценовая политика кафе, направленная на выгоду каждого клиента. Например, в будние дни с 11 часов утра и до 5 часов вечера действует 30% скидка на бизнес-ланч и все пиццы основного меню. А если вы решите взять пиццу на вынос, будет приятным бонусом скидка в размере 10%. «Амстердам» – это уютное кафе с большим выбором блюд европейской и белорусской кухни. Здесь вы можете попробовать сытные пиццы, приготовленные для вас нашим пиццмейкером, отпраздновать любое важное событие, поужинать, пообедать в компании друзей и также провести романтический вечер. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие февральские дни. Февраль всегда полон надежд. Февраль – это практически весна. А весной, возможно, абсолютно все. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 10 февраля ночью через территорию Беларуси ожидается перемещение фронтального раздела. Днем погоду обусловит область пониженного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе южных широт. Воскресный день в Бресте будет комфортным, солнечным, без осадков, юго-западным умеренным ветром. Температурный фон в ночные часы составит 1,3 градуса выше нуля, до 7 прогреется воздух в течение дня. 11 февраля скажется влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над Балтийским морем. Днем синоптики прогнозируют дождливую ветреную погоду. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная ночью 2,4 со знаком плюс, максимальная днем 8 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok